Всем привет, на связи Моника и сегодня у нас с вами распаковка. Да, я уже в диком предвкушении, надеюсь, что вы тоже. Особенно меня вдохновляет коробка, потому что, ну, коробка от бренда Collides, она вся такая цветная, здесь иллюстрации классные. И это все уже, знаете, как-то сразу настраивает на то, что вот сейчас я здорово проведу время. Надеюсь, что и вы тоже. Традиционное огромное спасибо Саше. Саше, спасибо тебе за мою радость, за то, что тебе не лень просто будет влипать со мной в совместные покупки и пересылать мне все это добро из Санкт-Петербурга. Потому что, если кто не знает, я из Белоруссии, у нас здесь иногда проблематично. Ладно, иногда, в скобочках, часто проблематично с заказами. Хотя, в частности, Collides тот же к нам вроде как доставляет, но тут нужно смотреть в том плане, что у них довольно дорогая доставка, по-моему, если не кооперироваться с кем-то или если самой не покупать на довольно крупную сумму. В общем, подробности, я думаю, можно посмотреть у них на сайте. А мы давайте будем открывать посылку. Я уже приготовилась. Нож несколько заржавел. Но я думаю, что все равно я смогу им открыть вот этих две несчастных полосочки скотча. Ага, все получилось. И ладно. А, ну да, тут еще пока что барьер есть. И, в принципе, ничего интересного вы не увидите, потому что все запаковано в пленку. О, сколько упаковочной пленки. Мне этого тоже хватит надолго рассылать какие-то посылки. Итак, первый наш лот – это палетка теней от бренда NYX Ultimate Utopia, если я не ошибаюсь. Но это Utopia Mini, как бы, скажем так. Потому что у меня есть еще такая здоровенная палетка с названием Utopia. Но зачем нам большая, когда есть вот такая прекрасная маленькая? И эту палетку я выкупила у Александры. Потому что я обидела это Utopia. Но в то же время, если честно, жабка присела на меня и давила. И мне как-то было за нее отдавать вот наших 50 белорусских рублей. Но как-то вот не хотелось. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы у друга купить палетку. Следующий лот. Ой, это кажется, это кажется и есть, и есть палетка PowerPunk от Collides. Это она. Это она. Это она. Давайте я поближе вас, просто чтобы мы рассмотрели все детали. Collides в каких-то интересных окошечках. Это напоминает пленку. Знаете, что-то вроде... Я имею в виду старые такие бобины пленки. Для чего-то это была пленка. Я уже, конечно, отвлекаюсь, но... Для, наверное, старых фотоаппаратов мыльниц. Да. Там такие окошки были. Видите, это уже выдает мой возраст. Я помню мыльницы. Я помню фотоаппараты мыльницы. Окей. Осталось разобраться, как это дело открывается. Похоже, здесь есть язычок. Я обычно туплю со всякими открываниями. О! Тут оказалось все очень просто. Очень просто я его подцепила. И вот. Отсюда должна палетка вытащиться. А! Тут еще все раскрываю. А! Понятно. Тут все просто, но... Знаете, иногда не соображаешь сразу. Вот. Она. И знаете, я вам хочу сказать, что, конечно, это оформление... Это очень интересное оформление. То есть, тут есть и зеркальная какая-то часть. Сверху она прикрыта иллюстрациями. Я думаю, нанимали художника. Ну, не думаю. Это точно так и есть. Потому что иллюстрации очень интересные. Ой. Что-то и варнуво. И знаете, даже похоже на Ирусо. Как вот он рисовал в своем этом примитивизме. Интересные штуки. И... Ну, я уже как бы обзор это смотрела. Поэтому я знаю, что палетка состоит из двух частей. В одной из них зеркало, а в другой... Сама палетка. И... Так как мы делали совместный заказ, я знаю, что у Саши немножко пострадали эфилы в палетке. И во Флауэрпанке, наверное, в каком-то тоже они пострадали. Но... Моя почему-то самая крутецкая и самая целая. Саша, ты мне положил самую классную палетку. Это очень приятно. Потому что, ну, практически она не пострадала. Но, учитывая нежность у этого золотого эфила, здесь он практически... Ну, вообще, там вот эти штучки, там пару блесочек осыпанных, я не считаю за неудачи. То есть, это просто практически идеальное качество для палетки, которая путешествовала с Китая в Россию. Потом в Беларусь, еще по Китаю там круги наворачивала. Потому что были некоторые странности с доставкой. Если вам интересно вообще подробнее послушать про доставку от бренда Collides, зайдите к Саше. Она снимала про это видео. Я уже не буду повторяться. Тем более, все-таки я, получается, как-то... Ну, опосредованно все это получила. Поэтому всей прелести этой доставки, всех каких-то траблов с ней я до конца не прочувствовала. Мне просто остается сидеть и наслаждаться палеточкой. И, кстати, почему я ничего не свочу? Вот, как всегда. Так, сразу свои ощущения расскажу. Во-первых, они свочатся маленькими кусочками, маленькими такими комочками, отлепляются. Вот эфилы прицепливаются, вроде правильно сказала, прицепливаются на палец. Необычное ощущение. Даже вот не знаю, с чем это сравнить. И мне страшно и вдавливать, потому что они как будто бы немного воздушные. И, кажется, если чуть надавишь, то эфил продавится. Так, последний я засвочу на указательный палец. Этот более чуть шершавый, я бы сказала. Я еще ближе к вам подъехала, чтобы вместе нам посмотреть на свочи. Давайте будем свочить вот здесь. Здесь красивее всего. Так, вы это видите? А я так, знаете, искоса вижу. Но я сейчас тоже, конечно, посмотрю. О, я уже даже наискосок вижу, что вот это какая-то прелесть. Так. Дайте-ка я тоже залипну. Главное, не слишком долго, чтобы вы не заскучали. Но я хочу сказать, что это просто очень яркие металлики. Они как будто бы к ним электричество подключили. И оно их втихая немного подсвечивает. Вот это, наверное, особенность этого бренда. То есть, ну да, таких металликов, мне кажется, у меня еще нет. Вот, правда, вот этот розовый, он мне сразу напомнил оттенок Flappers из палетки Rude 20. Красатая, Rude Reckless, по-моему, да. Что-то есть у них общее, но здесь больше гораздо, мне кажется, выражен холодный розовый в переливе. Ну, это я так, пока на память говорю. Я потом, когда буду делать обзор на коллайдус, мы ее посравниваем с чем-нибудь, если я что-то найду. Все остальные оттенки. Золотой не знаю, может, надо искать какой-то аналог. Но этот золотой очень яркий, и он даже не совсем золотой. А он еще уходит в такой зеленовато-желтый. В общем, шикарный цвет. Ну, и, конечно же, вот этот мятный, это просто... Это просто любовь. Какой красивый мятный цвет. Такого, мне кажется, у меня точно нет. Не было. Теперь есть. И это прекрасно. Все говорили, что она похожа на Melt. Знаете, у меня есть одна палетка от Melt. Ну, что-то есть вообще. Не буду скрывать. Во-первых, отпечатки растений. Melt этим известны. Во-вторых, форма и филок. Во-вторых, вот эта часть похожа на Melt Chisem Patis. А вот эти зеленоватые такие, с ноткой охры или ноткой горчицы, похожи на другую Melt. Может быть, Gemini, Gemini или... В общем, я вам вставлю картинки. На память я уже, видимо, не там. Не доверяю себе на память. Да, есть какие-то пересечения, но, ну, как бы, понимаете, вот я вот это бы назвала именно словом вдохновились. Вот для меня это, да, вдохновились. Ладно, может быть, чуть-чуть слишком вдохновились. Можно было какие-то из элементов убрать. То есть, например, какие-то оставить. Например, уже не делать отпечатки растений. Хотя это очень красиво, я не спою. Но в целом это же нельзя назвать дюпом или аналогом. И нельзя сказать, что они просто нагло содрали и вот даже такие стоят, типа, да, мы взяли всю вашу идею. Ну и что вы нам сделаете? Такого нету. Поэтому я тут не настроена ругать бренд Colliders. Я настроена им восхищаться и делать с ним классные макияжи. Давайте еще вот что-нибудь посмотрим, что из матовых. И мы отстанем от этой палетки. Пойдем к следующей. А вот возьму я розовый вот такой. Нежный розовый. Я не знаю, почему именно его. Но он очень приятный свой. Очень такой софт-таш. Просто безумно приятный. И ого! Это очень сильная пигментация на самом деле. Просто я вот, к сожалению, не показала вам сам момент, когда я делаю сводч. Но давайте я другой оттенок сделаю. Все уже мне понесло. Я сделала коричневый оттенок. Он называется Nouveau. Arnouveau. Так, смотрим. Но здесь как-то не так меня шибло с ног. Он тоже пигментированный. Но вот этот это было вообще. Но вы сами видите, как я сводча растащила просто. Кстати, этот цвет можно как румяный использовать, попробовать. Хотя с такой-то пигментацией. Ну, посмотрим. Все. Пока что мы отстаем от Collides. Смотрим, что у меня там еще в ларце. Кстати, мне кажется, или вот этих два и фила от Collides блестящих оставили мне такой голубой стейн. Я его сейчас пытаюсь отсеять. У меня пока не выходит. Вот это да. Вот это новости. Ну, посмотрим, что будет на глазах. Надо обратить на это внимание. Ой, тут я вижу, что у меня немножко... Так, надо шторки прикрыть. И вот. Не будет этих бликов, которые могут раздражать. А, нет, будут. Потому что шторы все равно ветром колышут. Ну, ладно. У нас с вами распаковка, мне кажется, такой без напряга. Просто, если я сейчас все закупаю, я тут просто с этим видео такая хоп и носом в эту коробку упаду. Потому что очень жарко. Я думаю, вы представляете, если у вас тоже такая жара, вот каково это сейчас. Ну, я не настроена жаловаться, опять же, на жару. Лето. Это прекрасно. Может, я хочу сказать. И я вместо этого буду распаковывать следующую палетку. Тут их, по-моему, две. А, тут, я думаю, такая толстенькая вот эта вот штука. Давайте я избавлю вас от этой вот мишуры с пупырками. Ну, я постараюсь быстренько распаковать. Итак, ладно. Это мы оставим как маленькую интригу. А это завершение моей сборки палеток от Root Cosmetics из серии 20-х годов. Я сказала, что я буду собирать их до последнего. Я это сделала. Это The Root Cosmetics из Кэфи Фри. Нет, Кэр. Что? Я думала, Кэфи Фри она называется. А, она называется Кэфри. Ну, ладно. Кэфри, так Кэфри. В общем, я вам напишу название, потому что что-то... I'm a little confused. То есть, я немножко запуталась. Давайте-ка палетку откроем. Ну, что мы. И так, зеркало уйди. А палетка прийди. Вот. Я заложу в зеркало, если вы не против. Просто I'm a little so fit. Они будут вас слепить. Ну, в общем, тут есть вайбы худые, не нюд. А у меня, кстати, вот вы удивитесь, но у меня нет ни одного аналога не нюд. Хотя их было столько в свое время. И до сейчас, мне кажется, их штампуют. У меня нет оригинала худо-ни нюд. И у меня нет ничего ни с Китая, ни еще откуда бы там ни было. Вот первый мой, в принципе, дюб. И, как говорят, дюб с очень классным качеством. Ну, что ж, проверим. Давайте-ка с шаловливыми ручонками залезем сюда куда-нибудь. О, я вижу оттенок хуч. И он так дуахромит, я вам скажу. Ну-ка, ну-ка. Так, такой шершавенький. Ну, кстати, он, похоже, набирается на коллайдос. Вот, я говорила, что ничего такого не помню. Вот, пожалуйста. Он прям тоже такими крупинками переходит с эфила на палец. Ух, я очень красивый. Но он мне тоже напоминает флэперс. У меня какие-то глюки по поводу флэперс. Я вам сейчас даже его, может, засвочу. Просто, чтобы не голословный быть. И вот здесь, видите, есть эти такие мраморные, ну, пупырки. Как сказать-то правильно? Крошка мраморная. Вот. Оттенок Swell. Более мягко чуть набирается. Но тоже хорошо. Холодный такой, грязноватый розовый цвет. С блестяшками. Ну, и какую-нибудь еще блестяку. Вот, давайте вот такую, более оранжевую. С PIKETI. Так, погнали. Значит, это у нас, вот это, уже забыла все название. Sweat, по-моему. О, там блесточки отдельные есть. Ну, это вот типикал флэперс, но не флэперс, потому что он отливает каким-то таким, ой, каким-то таким колдунским золотистым цветом. С ноткой тоже такой грязноватый. Прям потустороннее сияние, вот честно. И такой тоже влажненький. И потрясающе красивый, когда я на него посмотрела просто вот так в упор оттенок. С PIKESI или как там его... Это что-то. Это такое пламя с такими золотистыми искрами. Это феникс из Гарри Поттера. Просто феникс, не обязательно из Гарри Поттера, в общем. Фоукс или как там его звали. Это вот просто. Давайте-ка еще что-нибудь наберем. Ну, мне просто эта палетка, это просто, если честно, вот так всегда. Вот ты думаешь, вот мне пойдет 4 палетки. Скорее всего, самая крутая будет коллайдос. А все остальное, ну, как бы классно, но не то. Коллайдос крутая, спору нет. Она мне очень понравилась. Но, честно, вот эта мне понравилась пока не меньше. По крайней мере, по эфилам. Так, и хочу залезть в Кэтмяу. Как мило. Кэтмяу. Золотой цвет. Потом давайте наберем нефти. И ладно, давайте матовый просто один наберем. Чтобы как-то, ну, знаете, там... Чтобы мне было обидно этим несчастным матовым. Но какой, я не знаю. Они тут все в целом похожи. И нет какого-то такого цвета, который бы на себя одеяло тянул. Он за левел я наберу. Такс. Осторожненько кладем. Думаем, куда нам свочить. Ну, и свочим на запястье. Это, по-моему, Кэтмяу. Это золото. Но золото с такой ноткой кремовой или персиковой. То есть, неявное золото. Ой, как этот свочится масляно. Я пугаюсь, когда такие свочи вижу. Потому что масляный и филами сразу в голове ассоциация, что он будет с векового как-то убегать. Что база его может не удержать и так далее. Ну, и наш матовый цвет, кстати, свочится так. Не то, чтобы прям ярко выражено. Хотя я набирала его довольно-таки плотненько. Но по оттенку очень приятно. И даже, как ни странно, чуть-чуть шелковистый. Я вижу в нем перелит. Возможно, это потому, что у меня на пальце остались какие-то следы от шиммеров. Не знаю. Но выглядит он приятно. Вот, в общем, такие у нас свочики. И давайте уже наберем еще оттенок Life Wire. Такой роскошный, я бы сказала, винный цвет. И вот эта вот прелесть, ну, такая же нежнятина. Называется она Шнакамс. Шнакамс. Я такое слово вот впервые встречаю вообще. Я потом буду все переводить, конечно. Я вам скажу, покупая политосы, такие с интересными названиями, потихонечку еще и свой английский. Чуть-чуть, но подтягиваешь. Потому что постоянно гуглишь перевод. Ну, если вам, конечно, это интересно. Мне всегда интересно. Я узнаю какие-то новые слова. Вот, например, из этих палеток по 20-м я сленг 20-х узнала гораздо больше, чем из каких-то лекций в университете. Ну, ладно, это и понятно, зачем, в принципе, сленг 20-х нормальному человеку. Я имею в виду 1900-1920-х. Но, тем не менее, образование в действии. Да, такой себе способ оправдать покупку кучи палеток. Но я старалась. Ну, в общем, давайте наши винны засочим. М-м-м, вот это роскошество. Вот это да, швина захотелось. Сейчас так жарко. Еще сейчас сухого бы так выпить, холодного, мне кажется, было бы круто. Так, ладно. И вот этот нежный розовый я засочу. Нежнятенько. Очень нежный. Очень такой девичий. Очень красивый сатинчик. Кстати, вот под некоторые образы, под что-то такое невинное, светлое, свежее, очень хорошо подойдет. Но я думаю, что хватит нам пока свочить эту палетку. Давайте последнюю. Да, я вам проспойлю, но это вот сейчас то, что я достану в следующем. Будет последняя палетка. И начинаем дальше разматывать. И, вау, так. Это Beige Cosmetics. Это Remix Dance 2000-х годов. То есть, у них не так давно вышла линейка теней и, по-моему, палетки 80-е, 90-е и 2000-е. Честно, если выбирать по музыке, я бы выбрала 80-е, однозначно. Но, ну, как бы, знаете, я все-таки выбирала палетку по гамме. И здесь мне больше всего понравилась гамма палетки из 2000-х годов. Потому что много слышу хорошего про бренд BH Cosmetics. Но у меня, по факту, от них только одна палетка Galaxy Cheek. И все. И мне показалось, что это какое-то упущение. Давайте-ка мы ее тоже откроем. Так. Ага, здесь зеркала нету. Можно не бояться. Какие огромные просто. Эй, Филы! Они огромные, правда. А, так, сейчас коробку-то пока отложу, а то жарко. Ну, давайте. Так, смотрим. В общем... А, зависла. Зависла. Как-то начала смотреть. Ну, интересно. Сразу мне бросились глаза эти такие уже рыженькие. ПМ рыжие-рыжие. Вот любят, конечно, иногда американцы. ПМ рыжие такие. Филы теплые. Ну, ладно. Сейчас лето. Под мой какой-нибудь там... Типа загар. Можно. Вполне себе. Я, в принципе, рыжих не боюсь. Чего мне бояться? У меня, как бы, волосы есть рыжие. Ладно. В общем, давайте посвочим какие-нибудь блестяхи тоже отсюда. У меня еще вот как раз здесь есть такой яркий матовый, который можно тоже засвочить. Очень красивый розовый есть цвет. Очень интересный цвет хаки. В общем, палетка, по сути, интересный, на самом деле. Но с первого взгляда я как-то не смогла ее ухватить. Вот как-то что-то вычленить. У меня глаза так... И разбежались. Поэтому я что-то подвисла. А теперь давайте-ка свочить. И знаете, я вот хочу этот оттенок. Он такой нежный. Глэм называется. И причем это аббревиатура. Я не знаю, что за аббревиатура. Глэм. Может, какая-то песня. Ну, тут есть вот покер фейс. Ну, это, наверное, песня Леди Гаги. Правда. Глэм. Это слюда. Такая, кстати, очень интересная. Светлая. Даже серебристая. Хотя, по факту, в эфиле она чуть-чуть отливает в беж. Такой оценок слоновой кости. Но почему-то на пальце я этого не вижу. Загадка. Тин Дрим. Такой песни я не знаю. Если знаете, пишите. Это холодный такой серебристый сиреневый цвет. Секси Бэк. Знаете, я такой профанной. Но в этой музыке двухтысячных. Стыдно поизнаваться. Но эту песню... Ну, я не знаю. Может, я ее знаю. Но название я не знаю. А цвет, между тем, очень шикарный. Так, все. Хочу уже посвочить. На последний палец наберу. О, тверк. Тверк. Ну, в общем-то, я знаю, что есть такой танец. Вы сейчас чувствуете какой-то странной женщиной, которая провела просто в бункере какие-то годы своей жизни. Но в двухтысячных мне было, скажем... В общем-то, было мое такое уже сознательное детство. И, может, чуть-чуть захватило подростковый возраст. Ладно, что вам тут поиграют? Давайте свочить. Так, очень прикольная, очень влажная, серебристая, распадающаяся на отдельные блесочки слюда. Красивая. Но БЕЖ, если и есть в этой солоновой кости, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, иногда отливает. Потом... О-о-о! И это БЕЙЧ Косметикс. Это вот росы суперских, сумасшедших, сияющих блесток. Это БЕЙЧ. Почему я не скупила все палетки БЕЙЧ еще? Почему я сижу тут, как не знаю кто? Офигеть, если честно. Ну, этот оттенок чуть более такой классический, шиммерный. Но все равно у него есть тоже отдельное такое распадание на блестки. И он тоже очень классный. И это тоже... Вот они все похожие. В общем, БЕЙЧ какую-то такую формулу, я смотрю, схватили за хвост. То есть, по сравнению со всеми остальными палетками, если взять в расчет полную цену NYX, по-моему, NYX дороже. Вот БЕЙЧ самая бюджетная, но при этом... В общем, вы поняли. Я немного в шоке, вот честно скажу. А что там поматовым? Очень... Ну, то есть, я слышала прям, ну, хвалебный. Отзывы в сторону БЕЙЧ. Ну, я как бы слышала и слышала. Понимаете, иногда один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. Вот прям, правда жизни. О, такой классный, классный цвет. Фиолетовый, пожалуй, на границе с фуксией. Ну что ж, эта пигментация меня радует. Я... Он немножко, может... Такой пятнистый вышел на свотче. Но тут сложно что-то говорить. Надо покраситься. И возьму цвет этому. Называется Crazy in Love. Такую песню я вроде помню, но так помню, что не назову вам ни исполнителя, никого. А цвет, между тем, очень приятный. Очень нежно-розовый. Что-то меня сегодня тянет на розовый. И этот мне прям тоже очень нравится. И да, я скажу, что его тоже можно использовать как румяна. Тем более, здесь Азмер и Филов очень даже позволяют это сделать. Так, из матовых. Меня очень интересует тот самый Поке Фейс. Мне нравилась эта песня, кстати. Нет, Гага прикольная по-своему, исполнительница. Очень интересный цвет. Очень-очень. Он на грани и какого-то талпового. Грязноватенький такой. Но, знаете, необычный. Что-то в нем есть. Что-то в нем определенно есть. Можно сделать какой-то такой гранжевый макияж. Вот используя, знаете, вот этот вот Секси Бэк, например. Да, он такой роскошный. Вот этот темный шиммер. Вот он здесь. Растушевать его Секси... В общем, этим цветом. Будет так классно. Вот интересно. Может даже чуть грязновато, но в хорошем смысле. И я хочу еще засвочить Сингл Леди. Ну вот он уже чуть больше похож на такой приятный шиммер. В нем есть цветная база. Чуть грязно-фиолетовая. В нем есть розовый поверх блесток. Таких розовых и голубоватых. Ну, это как бы мне крышу не сносит. Но, когда эти блестки на свету. И не начинают вот все с полохами играть. Мне начинают сносить крышу. Я вам правду говорю. Вот от чего. Ну, так этой палетки я такого не ожидала. Давайте уже Gold Ziger засвочим. Золотой цвет. Чтобы меня уже в конец поебило тут. И я просто упал. Как много красивого надо на меня. Так. Ну, нет. Здесь очень приятный золотистый теплый цвет. Тоже, кстати, блесток не пожалели. Короче, они нашли какую-то секретную базу с блестками. И они ее ограбили. Потому что здесь есть блестки везде. Во всех шиммерах. Тут в матовых нет блесток случайно. Ой, я аж подавилась. Не, я блестки очень люблю. Поэтому я против ничего не имею. О, есть последний шиммер. Umbrella. Я знаю эту песню. Вуаля, это и Анна. Я помню, как мы все ей заслушивались. Ну, хоть в чем-то я не осталась своего поколения. Umbrella, конечно, мы уже тоже засвочим. Мы не должны один этот шиммер оставлять особняком. Тем более, что раз я его узнала. Так. Такой даже... Да, блестки есть. Все, молодцы, BH Cosmetics. Не подвели блестки есть и здесь. Они серебристые, но они тут более деликатные. И, по сути, это такой даже отчасти, я бы сказала, сатин. Черный, чуть мерцающий, напоминающий какой-то латекс. Но блестки все-таки немножко его в другую сторону увозят. Однако оттенок очень интересный. И очень такой вечерний. Вот я прям вижу его в каком-то вечернем макияже, в вечерних смоке. Вот это вот все. Платье-футляр, какие-нибудь сейки длинные. Ой, клатч. Что-то мне захотелось на такую вечеринку. Ладно. Вот, в общем-то, у нас много получилось свочи от BH. Но не все, потому что матовые я все-таки все не затрагивала. Тогда давайте досмотрим до конца. Потом уже посмотрим YouTube. Ну и потом по спискам. В общем, ага. Это Butter Gloss от NYX. Butter Gloss я выиграла у Саши в каком-то таком интересном розыгрыше, в котором никто не знал, что он участвует. Но, оказывается, мы все участвовали. И мне посчастливилось получить Креми Лип Gloss. То есть, это, я так понимаю, блеск масла для губ. Очень приятно, кстати, может быть... Да, давайте мы накрасимся палеткой, потом мы его распакуем и им тоже накрасимся. Ой, а это что? А этот коллайдос. Вот это мы не договаривались. Это мне Саша в подарок положила. Как мило. Коллайдос. Маска для губ с голубой агавой. Смягчающая маска для губ. Какая милая коробочка. И она такая чуть-чуть шершавенькая тут. Ну, просто, Элис. Как я люблю такие маленькие всякие баночки. Я бы их скупала просто ради баночек. Какой он красивый. Обалденный. И голубой, главное. Ну, это голубая агава, но все равно, как интересно. Он, кстати, не особо чем-то пахнет. Неа. Может, оно и к лучшему. Я, наверное, сейчас, знаете, что сделаю? Смою то, что у меня на губах. Нанесу сначала бальзамчик, потом мы в конце накрасимся этим блеском. О, какая она гелевая и мягкая. И, наверное, еще, знаете, сейчас жара. И она так немножко подтаяла. Оу. Нет, не пахнет. На что я надеюсь? Перестань. Просто нанеси ее на губы. Ой, зеркало. Где тут зеркало? Знаете что? Мы можем оторвать зеркало от коллабис. В прямом смысле. Как прикольно. Очень интересная текстура. Такая легкая, гладкая. Вот прям начинаю вветь, что там действительно какая-то агава или что-то такое. Потому что даже не совсем... Ну, она масляная немного, но это не такое плотное какое-то масло обволакивающее. Это что-то такое чуть более невесомое, что ли. Она холодит губы. Да! Да! Она немножко как с ментолом или что-то вроде того. Пока что это очень приятно. Крусив и двиганный продукт, кстати. Ментол. Тут есть ментол. Ха, я не ошиблась. Ну, знаете, как сейчас такая погода, так это прям вот то, что нужно. Прям кайф. Все, давайте с NYX, который я так некрасиво отбросила вначале. Сейчас я сложу обратно коллайдос. Конструктор для девочек. Хотя, не, я против гендерных стереотипов, но тут к слову пришлось. А, так. NYX. Как я долго ее хотела и жалась. Жалась и хотела. И вот она у меня. Оказалось, что она чуть-чуть там как-то колбасится. Вроде все нормально. Здесь мне очень хотелось вот этот салатовый цвет. Зелененький. Он набирается неплохо, но вот уже после BH, после коллайдос, даже после рут, она немножко поспокойнее. Нету такого просто, там, знаете, вот этих глаз выпругивающих от счастья и удивления. Давайте вот этот вот золотистый возьмем. Кстати, можно его даже сравнить с коллайдосом и желанием. Они очень похожи, ну вот как по ощущениям. И вот этот вот цвет, мне кажется, дохрон тоже возьму. Первый пошел. Ну и неплохо, в общем-то. Классно, классно. Такой чуть более спокойный. По сравнению со всеми нашими пришлыми ребятами, то есть предыдущими. Ладно, давайте сразу все. Ооо. Вот я вот здесь оставлю место для коллайдос. Будем сравнивать. А сюда нанесу дуахром, кстати. Дуахром такой приятный. Он так легко набрался. И вот видите, как он там отливает таким чуть золотистым на такой теплой коричневой базе. Он такой сдержанный. Сейчас это уже не так воодушевляет, как это бы воодушевило, может, год это и назад. Там, ооо, дуахром. То есть сейчас мы этих дуахромов на коричневой базе видали много на своем веку. Но он приятный. И вот мне понравилось, как он так легко лег, аккуратненько. И как он отливает на руке. В общем, нет, хороший дуахромчик. Мне просто действительно интересно сравнить вот этот мега просто золотой. Такой зеленоватый золотой. Знаете, такой кислотный даже. Вот и в зелень вот в тени уходит. А на свету вон как ярко светится. Просто, если честно, вот этот цвет мне прям ударил по башке. Вот я наберу сейчас сангезер от коллайдос. Так, так, так. Сравнение подъехали. Они похожи и различаются чуть-чуть. В общем, коллайдос чуть более желтый и чистый. А этот чуть более в зеленцу уходит от NYX. И у этого более такая плотная просто идет полоса. Он более такой монолитный. Когда этот чуть более под ним просвечивает текстура кожи. То есть, это такой плотный, но все-таки можно сказать, что топпер. А это прям металлик, наверное, так. Но вообще, сходство тоже есть. И оно значительное. Что меня, кстати, удивляет. Ну, не то, чтобы я там от NYX что-то не ожидала, а от коллайдоса... Нет, от коллайдоса я многого ожидала. Но просто то, что NYX тут взял и зарядил таким вот крутым, каким-то кислотным золотишком. Вот это прям для меня удивительно. И, конечно же, очень приятно. Ну, не зря я все-таки мылилась на эту мини-утопию. Подсознание. Оно всегда знает больше, чем ты думаешь. Так, что еще в NYX нам интересно с вами? Давайте еще сделаем несколько свайпов и будем уже переходить к следующей части нашей развлекательной программы. Возьмем персиковый. Возьмем голубой. Кстати, набираются они все приятно. Не каменные. Хорошо отдают цвет. Вот голубой даже такими тоже кусочками набрался. И вот этот цвет мы, по-моему, не сочили. Возьмем вот этот вот золотой. Так, не крошись, пожалуйста, не крошись. Он очень такой крохкий. Прямо кусками даже набирается. Не то, что там маленькими крупинками. Так, подальше надо от шмотки. Да, его прям надо растирать по веку. Но зато он такой масляный становится. Скажу. Я залипла. Так, о чем это мы? А, ну да, голубой. Тоже надо. Он дуахромит. Он красивый. Он какой-то зеленцой дуахромит. Обалдеть. Горячие новости. Шок-контент. Персик красивый. Послушайте, эти штуки, они реально чем-то напоминают этот коллайдес. Вот по своей текстуре. Так, что-то я тут не знаю. Ну, как-то не... Ну, а этот голубой, это просто... Он какой-то такой аквамаиновый. И морской. И чуть-чуть отливает зеленоватым. И чуть-чуть даже что-то золотое. Может быть, остатки от прошлых свочей, но я в нем вижу. Я хочу на море. Вот что я хочу сказать. Глядя на этот... Ну, знаете, послушайте, я за этот гнала на утопию на эту. Если я это делаю, то... Утопия. Беру все слова обратно. Ты по-своему очень крутая. И мне не терпится просто все эти палетки сразу начать тестировать. Как тут прикажете выбирать? Субтитры сделал DimaTorzok И что же это? А сейчас настала пора вам признаться, что же я хочу, чтобы это было. Ну, наверное, я хочу, чтобы это было коллайдос или бейдж. А на самом деле это... Бейдж Косметикс! Да? Да! Это палетка с музыкальной тематикой. Отлично! Сейчас начнем краситься. Так, я закончила с базой. Нужно набрать какой-то цвет. И пока что я возьму просто безопасный оттенок. Хэйя! Хэйя! Та-да-да-та! Ну, вот вроде такая песня тоже есть. И я им просто заматирую себе базу. Я хочу вот этот цвет фиолетовый, какой-то сочный. Дон Чао называется. И он прекрасен. Поэтому я его наберу. Довольно-таки неплохо он пигментирован. Мне удалось его растянуть. Как вы видите, с одного касания я еще немножко набрала. И, наверное, я просто его нанесу на все века. Сверху ему какой-нибудь блестяшкой. Вот такой вот у меня план. Как он вам? Уже тут он начинает чуть-чуть спятнить. Ну, все-таки фиолетовый. Сами понимаете. Поэтому я вот возьму кисть. Это искусственный ворс такой веничек. Наберу более светлый цвет Crazy in Love. Тот, который я румяным я крестила. И вот у нас два глаза уже готовы. А я уже в руках держу карандаш. Готова им делать что-то вроде как Каиса. Да, вот таким карандашом толстеньким от Seven Days. Поэтому говорю что-то вроде. Не уверена, что он правильно ляжет на тени. Но если что, возьму что-то кремовое. А пока что попробую. Просто лениво сейчас с кремовым продуктом ввозиться, если честно. Все, лень, матушка. Набрала на палец, я не отчаиваюсь. О, кстати. Да, это у нас был подготовительный этап. А все потому, что я хочу. Вот. Я хочу что-то или вот такое. Или даже золотое. Оба нанесем. Никаких полумер. Сыпется. Но наносится. Довольно-таки активно, кстати. Еще, знаете, этот восковой... Ну, не восковой карандашик. А он такой, наоборот, чуть-чуть цепляющие, я думаю, эти тени. Поэтому, в общем-то, все идет даже лучше, чем я ожидала. Ну, мне нравится. Я сейчас на второй глаз пальцы нанесу. Посмотрю, что изменится. Кстати, ну, вот этот цвет, он, по сути, такой, сам, ну, один из более традиционных в этой палетке. Хотя тоже с отдельными блестяшками. О, мне даже пальцем больше нравится. Как-то так равномернее, правильнее лег. Где надо? Вот я его... Ой, я слишком сильно его растянула. Слишком далеко. Надо его здесь убрать немного. Знаете, я немножко поменяю. Я возьму оттенок вот этот вот Glam. Ой, не этот. Вот этот. Glam, это которая такая слюда, которая чуть-чуть-чуть, чуть-чуть отливает чем-то теплым. Но, по сути, она больше как серебряная. Ой, много набрала. Такой прям акцент, так акцент. Не мелочимся, да, девочки? А, нижняя века. Hot in here. Отлично пигментированный цвет. Вот сразу чувствуется, когда еле касаешься кистью, а он тебе уже рисует фактически все нижнее веко. Немножко оранжевого добавлю. Bootylicious он называется. Было бы классно вам эти треки все включать, но YouTube меня забанит за нарушение авторских прав тогда. Поэтому, поэтому представляем в уме. Так, ну что, я закончила макияж. Да, я не могу отпустить зеркало. Очень нравится мне это сочетание фиолетового и золотого. Я вообще помню, что говорили, если вам нравится фиолетовый цвет, если он ваш любимый, то, мол, у вас завышенное ЧСВ, чувство собственного величия, мол. Потому что раньше только королевские особы носили фиолетовые. Но это как-то, знаете, ну это на уровне каких-то стереотипов, над которыми, мне кажется, можно посмеяться. Потому что фиолетовый, правда, красивый цвет. И сейчас, к счастью, его всем можно носить, так что ж этим не пользоваться. В плане теней. В плане теней все, в принципе, клево. Немножечко пятнит этот насыщенный фиолетовый цвет. Но, как-то, знаете, если бы было-то какой-то коричневый, я бы, наверное, раздосадована была бы. А тут, ну, фиолетовый, что с него взять? Божечки-кошечки. Ну, то есть, он не сильно пятнит, как мне кажется. И вот эти блески золотого, хоть я и говорила, что в нем их поменьше, чем в остальных эйфилах здесь, как мне кажется, они посыпались. И все, наверное, по поводу макияжа я больше ничего не скажу. То есть, мне в целом все понравилось. Все остальные тени работали как часы. Очень даже я быстро сделала мэйки, я только немножко повозилась с фиолетовым. И тут я уже под шумок распаковала NYX свой блеск масла. Сейчас будем его наносить. Кстати, у него оттенок, знаете, как-то называется хитро? Хитро. Эклэр. Пахнет вкусняшкой. Конфеткой какой-то вкусной. Я еще есть хочу. Так. А-а-а. У него такой есть явный цвет. Давайте я вас приближу. Кстати, подходит мне под макияж. Нифига не подходит под шмотки, но подходит под мейк. Еще я хочу сказать, что этот блеск, он очень такой зеркальный. Сейчас я это заметила, и это кайф. Чуть-чуть он уже, чуть-чуть растекся, но он такой зеркальный, такой какой-то. Делает губы какими-то красивыми. Я ему все прощаю. В общем, пока что этот блеск масла мне очень нравится. Но я потом где-нибудь в обновлении покажу еще раз эту штучку, расскажу, что я о ней все-таки в итоге думаю. Так, пока что все, нет у меня больше ничего. Наша распаковка подходит к концу. Пару моментов я хотела еще оговорить. Так, на все эти пальтосы, которые мы здесь видели, я хочу сделать полноценные обзоры. Вопрос только, что будет первым. Ну, традиционно я озвучиваю свой вариант. Мой вариант это коллайдос, потому что это, знаете, такая экзотика, которая сейчас на слуху. Что-то новенькое и интересное. Но, если вы не хотите коллайдос, если вы хотите что-то другое, то, пожалуйста, дайте знать. И если наберется хотя бы несколько однотипных комментариев, что, мол, нафиг твой коллайдос, мы хотим, там, не знаю, Веч или мы хотим Никс или Рут, я к вам прислушаюсь обязательно. Поэтому имейте в виду, что там не дают мне попрощаться, ляпают чем-то на улице. Вот уж действительно завышенное чайство. Вот уж что значит любовь к фиолетовому цвету. Ладно. Так, в общем-то, вот здесь все, что я хотела вам сказать. Спасибо, что вы были со мной. Если видео понравилось, конечно же, традиционные блогерские эти штучки все. Ну, вы знаете, там, подписка на канал, лайки, колокольчики, комментарии. Да, все это горячо приветствуется на моем канале. Я буду рада с вами поболтать. И любой лайк поднимает мне настроение. И хочу вам пожелать замечательного лета, классной летней погоды, чтобы не была бешеная жара, но и не были какие-то унылые, скучные дожди. На этом я с вами прощаюсь. И обещаю, что скоро мы увидимся снова. Пока-пока.